Библия говорит И убийцы людей Очень хороший вопрос Он помогает нам увидеть Или посмотреть на Сущность того, за что же люди Попадают в ад Почему Бог наказывает Людей адом Если мы посмотрим на Общую позицию Священного Писания От начала и до конца Мы приходим к очень Важному выводу Люди идут в ад Не потому, что он украл карандаш И даже не потому, что он убил кого-то Вот разбойник, который висел на кресте Вот один Получил от Христа слово Ныне же будешь со мною В раю А он, скорее всего, убил кого-то Христос говорит ему Ныне же будешь со мною в раю Почему Христос ему говорит Потому что у этого человека Появилась спасающая вера То есть, когда мы говорим о том, что человек Делает грех И этот грех может быть Самый разный От самого Незначительного Как это нам кажется В нашей системе ценностей До самого Жесткого Самого Злого Самого, может быть, отвратительного Греха Вот все эти грехи Они исходят Из одной точки Они исходят Из сердца Противящегося Богу Так вот В ад люди попадают Из-за их противления Богу А не из-за того Что они что-то сделали И это самое важное Что нужно понять Многие неверующие люди Кстати, думают Они тешат себя Ложной надеждой Когда они говорят Я не сделал каких-то Таких Явных грехов Каких-то Дерзких Каких-то Осуждаемых Всем обществом Грехов А такие маленькие грешки Ну, Господь как-то должен Снизойти к этому И вот в этом Большущая ошибка Почему? Потому что Люди наказываются Святым и праведным Богом За их внутреннее Противление Богу А не за то Что конкретно они сделали И вот это Внутреннее противление Оно по своей Духовной значимости Намного больше Чем конкретное действие Которое человек делает Вот почему Когда мы читаем Описание Великого суда И в Великом В этом Перед Великом Белым престолом Белым престолом Стоят люди И очень ясно сказано И кто не был записан В книгу жизни Тот был брошен В озеро Горящий огнем И серый То есть Спасающую роль Играет вера Благодаря которой Мы Наше имя Занесено В книгу Агнца В книгу Спасенных Христом Вот почему Нет ничего Более важного Чем Личная вера В заместительную Жертву Иисуса Христа Которая Была принесена За меня Все остальное Может быть Больше или меньше Все остальное Может иметь Какие-то формы В которых Человек Любой человек Грешен Любой человек Даже самый Святой монах Даже самый Святой проповедник Который Казалось бы Ну он Он очень Внимательный К своей жизни И очень Тщательно Подходит Ко всему Что он делает Он все равно В каких-то Формах Несет в себе Несовершенство Как минимум Ну а чаще всего Его Мотивации Не совсем Точные Где-то он Не совсем Может быть Справедлив Оказался Не совсем Правдив Не совсем Любящий И так далее То есть Каждый человек То есть Когда мы Говорим о том Почему Один человек Попадает В рай И другой Попадает В ад Ключевой Вопрос Заключается В том Верит ли Этот человек В то Что Господь Иисус Христос Умер за него Или не верит Смирился ли Он перед Божьим Господством Перед Господством Иисуса Христа Или не смирился Ну ибери Если мы Посмотрим На тех Людей Которые Благодаря Своему Неверию Попали в ад То Скорее Всего У нас Есть Основания Считать Что там Есть разные Градации Иисус Христос Говорит Обращаясь К двум Городам Он говорит Которые Не приняли Его Он говорит Горе тебе Хоразин Горе тебе Вифсаида И дальше Горе Отраднее Будут Содому И Гаморе В аду Или В Гиене Вот И причина Почему он Говорит Так Потому что Вот здесь Хоразин Вифсаиде Был явлен Сам Божий Сын То есть Уровень их Ответственности За их Неверие Выше Чем он Он упоминает Вот Делая Такое Сравнение Опять-таки Это Только Косвенное Упоминание Возможного Отличия Там Скорее Всего Оно Есть Но Нет Нигде В писании Какой-то Системы Которая Бы сказала Вот За это Будет Человек При Таком-то Уровне Наказания Терпеть А вот Это Человек Больший Уровень Наказания Но Еще К этому Месту Писания Где Говорится О том Что Каждый Судим Был По Причина Дело В том Что Каждый Грех Обязательно Выражается В каких-то Делах И Когда Мы Говорим О делах То Дела Которые Бог Судит Он Судит Не Только Сам Сам Акт А Он Судит Мотивацию Потому Что Именно Мотивация Выражает Или Это Было В согласии С Богом Или Противлением Спасибо Алексей Алексеевич Слава Богу Друзья Подписывайтесь На наш Канал Ставьте Лайки Распространяйте Храни Вас Господь Распространяйте